Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1326. Событие дня. Эпиигр. 2 Тимофея 2.15. Старайся представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным. Верно преподающим Слово Истины. И вот это все эпиграфы из трех слов. За 3 августа 2019 года. Тормозните, кто хочет прочитать объявление. Мне написали, чтобы я его помещал. Ну, помещаю. Вот тут как болела, как умерла мать, как похоронили, как остались дети. Ну, и вот тут перепишется. Интернет прервало. Долго не было. Первый раз столкнулся с такой несправедливостью. Разные цены для города, для села. Месяц сокращен на 2-3 дня. Раньше закрывают время днем или ночью. Там вот это и рекомендуемое бабу побольше положить. Настолько интересно. Я это отдельно как-нибудь потом расскажу. С вечера не мог поставить. Вот пока тысячу рублей не положил Сергей Павлович. Сейчас ты буду рассчитываться с ним. Вчера целый день, рано. Стали к 6 уже. Мы позавтракали к 6 утра. И поехали на шлюз. Завезли туда, что нужно. И стали готовить слив. С камнями. По порядку все снималось. Взяли и обед с собой. Но сказал, в 3 часа мы должны тронуться обратно, чтобы успеть помыться в бане. В 5 часов богослужения, потому что суббота. Ну и успели короб построить. Теперь с понедельника дальше. Это размах, который идет. Если вода пойдет шире, и так понятно, как ее затормозить. Я все время повторяю. Городской житель ничего этого не делает. Да и негде, да и незачем. Зачем? Он пойдет там, ту хлятину какую возьмет, который даже во время войны не каждый ел. Консервы. И все это с такими сохраняющими от гниения веществами, что внутренность прогорает. А тут все чисто. Взяли с собой свои помидоры, свои теплицы. Никаких химических удобрений, как некоторые. А помидоры, как ржавые. А здесь все, земля своя. Ничего больше нет. И лук, и чеснок. С собой березовую соку взяли. Пообедали, засняли. Все это. Остатки материала скинули вниз. Там, где вода, поток течет. Чтобы найти. Ну, не каждый взял, кто подъедет туда. Успели в баню сходить, вечернее богослужение. А тут мне и счет. То, что 18 канистр, канистр по 21 литре. Пришлось по 47 рублей, кажется. 16250 рублей. Мне справочку выписали. В барабашей брал буддизирист. Ну, тоже я поехал, рассчитался за подписью. А потом, когда рассчитываются за бульдозер, я высчитаю эти тысячи. Так договорились с хозяином бульдозера. Сегодня такая ночь. Говорит, а бывают страшные сны, неприятные? Даже на день. Бывает. А какой? А вот это практика из моей жизни. Там кто-то пакостил в университетах. И Москва издала указ. Никому дополнительно, кроме студентов, помещений не давать. А я только в одном университете, Алтайский государственный технический университет. 21 тысяча студентов. Теперь-то больше. 18 лет вел занятия. И тогда был там ректором Коршунов, Лев Александрович, бывший губернатор Алтайского края. В Москве она с ходатайством. Ничего не пробил. Никаких. Я во сне это все вижу. Где-то там проникаю в университет, беседую с ректором. И сразу договариваюсь на 2-3 университета. Где и как. Вот это самое, можно сказать, неприятное такое. Для меня просыпаюсь и ничего нет. Я писал об этом Соболеву и Юрию. Он как занятия ведет в университете, в академии. Ну не то, чтобы завидую, но понимаю, как это я столько лет вел занятия в 5 университетах, 13 школах, 3 радиопрограммы. И вдруг ничего нет. Но переключился на интернет. Аудитория расширилась намного больше. Ну как больше-то? Ну как, вот сейчас покажу. Вот. Ютуб. У нас 38 тысяч 921 подписчик. Больше, чем студентов. Так, и 38 миллионов, 574 тысячи, 586 просмотров, миллионов. И менеджер показывает, что у нас 16 тысяч 300 роликов. А тогда это газетки я где-то раздавал отдельные вкладыши и книги. Теперь как разошлись, рассылаю готовые книги. Так что деятельность увеличилась. Охват намного больше стал. Но живого общения, вот, в натуре, прямо так, со студентами нет. Утиму ли я в деревне. И во сне это вижу. Один видит разное там свое, а я вижу свое. И как договариваюсь, и просыпаюсь, ничего нет. И как визитки раздаю. А визитки в кармане нету, какие-то бумажки. Так я ложиться стал в карман, положу визитки. Как только визитки положу в карман, наши указания, где наш сайт, форум, канал, мой мир. Ну, все показывают. Так во сне нигде никому не требуется. Вот интересно. А ночную рубашку сменю, бывает, или в майке в одной, сразу приснится. Вот сегодня я выставил 12 роликов. 13. 13. Наши ресурсы, они понятны какие. Что-то Александр какой-то вышел. Он дали исцеление. Говорю, ну, этот пятидесятник мучается. Не от Бога эти языки с третьего века уже придумали. Пятидесятник. Вот, теперь интересно ему посмотреть. А мне неинтересно ересь и беснование. По-другому никак. Тут уведомление. Уведомление, это какая-то фотография понравилась кому-то. Да вот, Карина. На мою фотографию вышла. Вот наставили много. Вот это еще второе ей понравилось. Матушка стоит у забора. Петров Александр. То, что в комнате показываю кошки. Здоровым быть легко. Вот тут кто-то вставляет, не мое. И вот здесь теперь, с моего мира, я могу выйти, показать уже свой. Где нас можно найти, в моем мире переписываться. Вот так фотографии. В шапке. И вот тут наставили, естественно, вентиляция, бестока. КПД. Жмите. Рыболовные бреди по новым ценам. Как это убрать, оно выскочило. Даже не знаю никаких. Да, вошел. Благодарю. Да, благодарю. Спаси Христос. Спрашивается Пупков. Кто взял? Доброе дело. Дальше наша реклама разная. Это православный форум. 1600 с лишним тем. Это наш православный видеоканал. Вот тут. Много у нас чего есть. Заканчиваю ставить. Сергея Козлова. Вот кончатся ролики. Все, какие только у него были, я взял их. Потому что самое прямое участие имею. И до встречи нашей с ним. У него не было ни одного ролика. Только иконы рисовал. Так что, такое вот дело. Ну-ка, посмотрю. Нет просмотров. Это неправда. Эта система не показывает. Все на этом и сегодня. Все на этом и сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.